МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чичков постарался отказаться от такого ликерчика, сказавший, что он уже и пил, и ел. Пили уже, ели, сказал Плюшкин. Да, конечно, хороший общественный человек, хоть делу знаешь. Он не ест, а сыт. А как эдакий какой-нибудь воришка, так сколько его не корми. Да, ведь вам нужен реестрик всех этих тунеядцев. Как же, я как знал, всех их списал на особую бумажку, чтобы при первой подаче ревизии всех их вычеркнуть. Плюшкин надел очки и стал рыться в бумагах. Развязывая всякие связки, он почивал своего гостя такую пылью, что тут чихнул. Наконец, вытащил бумажку, всю исписанную кругом. Крестьянские имена усыпали ее тесно, как мошки. Были там всякие парамонов, и бименов, и пантелеймонов, и даже выглянул какой-то... Григорий, да езжай, не доедешь. Всех было сто двадцать слишком. Чичиков улыбнулся предвиде такой многозначительности. Спрятав ее в карман, он заметил Плюшкину, что ему нужно будет для совершения крепостей приехать в город. В город? Да как же! А дом-то как оставить? Ведь у меня народ или вор, или мошенник. В день так оберут, что и кафтана не на что будет повесить. Так не имеете ли кого-нибудь знакомого? Да какого же знакомого? Все мои знакомые перемерли или разнакомились. Ах, батюшка, батюшка, как не имеете? Имею, скричал он. Ведь знаком сам председатель. Езжал даже в старые годы ко мне. Как не знать? Как не знать? Однокорытниками были. Вместе по заборам лазили. В школе были приятели. Эй, лежала на столе четвертка чистой бумаги, сказал он. Да не знаю, куда запропастилась. Люди у меня такие негодные. Тут он стал заглядывать и под стол, и на стол. Шарил везде. И, наконец, закричал. Мавра! А, Мавра! На зов явилась женщина с тарелкой в руках, на которой лежал сухарь, уже знакомый читателю. И между ними произошел такой разговор. Куда ты делала разбойница бумагу? Ей-богу, барин, не видывала. А притч небольшого лоцкутка, которым изволили прикрыть рюмку. А вот я по глазам вижу, что подтибрила. Да чего же это бы я подтибрила? Ведь мне проку с ней никакого. Я грамоти не знаю. Врешь. Ты снесла Пономаренку. Он маракует, так ты ему и снесла. Да Пономаренок-то, если захочет, так достанет себе бумаги. Не видал он вашего лоцкутка. Вот погоди-ка. На страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками. Вот посмотришь, как припекут. За что же припекут, коль я не брала и в руки четвертку? Уж скорее другой какой бабе слабостью. А воровством меня еще никто ведь попрекал. Да вон она лежит на столе. Всегда пора прасленно попрекать. Лешка не видел точно четверку и на минуту остановился. Пожевал губами и произнес. Ну что ж ты расходилась так? Экая, занозистая. Ей скажи только одно слово, она уж в ответ десятка. Пойди-ка принеси огоньку. Запечать письмо. Мавра ушла? А Плюшкин, севший в кресло и взявший в руки перо, долго еще ворочал во все стороны четверку, придумывая, нельзя ли отделить от нее еще осьмушку. Но, наконец, убедился, что никак нельзя. Всунул перо в чернильницу с какой-то заплесневевшей жидкостью и множеством мух на дне и стал писать, выставляя буквы, похожие на музыкальные ноты. И не без сожалений подумывал о том, что все еще останется много чистого пробела. и до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек. Мог так измениться. И похоже это на правду? Все похоже на правду. Все может встаться с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его же портрет в старости. Забирайте же с собой в путь, выходя из мягких юношеских лет, суровое, ожесточающее мужество. Забирайте с собой все человеческие движения. Не оставляйте их на дороге. Не подымите потом. Грозна, страшна, грядущая впереди старость. И ничего не отдает назад и обратно. Могила милосерднее ее. На могиле напишется, здесь погребен человек. Но ничего не прочитаешь в хладных, бесчувственных чертах бесчеловечной старости. А не знаете ли вы какого-нибудь вашего приятеля, сказал Плюшкин, складывая письмо, которому бы понадобились беглые души. А у вас есть беглые души? Быстро спросил Чичков, очнувшись. В том-то и дело, что есть. Я делал выправки. Говорит, будто и след простыл. Но ведь он человек военный, мастер притопывать шпоры. А если бы хлопотать по судам, а сколько их будет? Число? До десятка, до семи тоже наберется. А ей похуй так. Ведь у меня что год, то бегают. Народ-то больно прожорлив, от праздности завел привычку трескать. А у меня есть и самому нечего. А уж я бы за них, что ни дай, взял бы. Так посоветуйте вашему приятелю-то. Отыщись ведь только десяток. Так вот уже у него славная деньга. Ведь ревицкая душа стоит в пятистах рублях. А сколько бы вы дали? Спросил Плюшкин и сам ожидавел. Руки его задрожали, как ртуть. Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу. А как вы покупаете чистыми? Да, сейчас же деньги. Только, батюшка, ради нищеты этой моей дали бы по сорока копеек. Почтеннейший, сказал Чичков, не только по сорока копеек, по пятисот рублей заплатил бы. С удовольствием заплатил бы. Потому вижу, почтенный, добрый старик терпит по причине собственного добродушия. Ну, батюшка, воль ваша, хоть по две копейки пристегните. По две копеечки пристегну, извольте. Сколько их у вас? Вы, кажется, говорили семьдесят? Нет. Всего наберется семьдесят восемь. семьдесят восемь, семьдесят восемь, семьдесят восемь по тридцати копеек за душу. Это будет, здесь герой наш одну секунду неволе подумал и сказал, друг, это будет двадцать четыре рубля девяносто шесть копеек. В арифметике он был силен. Тут же заставил он Плюшкина написать расписку и выдал ему деньги, которые тот принял в обе руки и понес их в бюро с такой осторожностью, как будто бы нес какую-нибудь жидкость, поминутно боясь расхлестать ее. Подошедшие к бюро, он переглядел их еще раз и уложил тоже чрезвычайно осторожно в один из ящиков, где верно им суждено быть погребенными до тех пор, пока отец Карп и отец Поликарп два священника его деревни не погребут его сынова. Спрятавший деньги, Плюшкин сел в кресло и уже, казалось, больше не мог найти материи, о чем говорить. А что, вы уже собираетесь ехать? Сказал он, заметив небольшое движение, которое сделал Чичков для того, только чтобы достать из кармана платок. Этот вопрос напомнил ему, что в самом деле незачем более мешкать. Да, мне пора, произнес он, взявшись за шляпу. А чайку? Да нет уж, чайку пусть лучше когда-нибудь в другое время. Как же? А я приказал самовар. Я, признаться, сказать, не охотник до чаю. Напиток дорогой, да и цена на сахар поднялась немилосердная. Прошка, не нужно самовара. Сухарь отнеси, маври. Слышь, пусть его положат на то же самое место. Или нет? Подай его сюда. Я уже снесу его сам. Прощайте, батюшка. Да благословит вас Бог. А письмо-то председателю вы отдайте. Да, пусть прощет. Он мой старый знакомый. Как же? Были с ним однокорыдники. А герой наш был в самом веселом расположении духа. Такое неожиданное приобретение было сущим подарком. В самом деле, что ни говори, не только одни мертвые души, но еще и беглые, и всего двести слишком человек. Всю дорогу он был весел необыкновен. Посвистывал, наигрывал губами, приставивши к рту кулак, как будто играл на трубе. И, наконец, затянул какую-то песню до такой степени необыкновенную, что сам Селефан слушал, слушал, и потом, покачав слегка головой, сказал, «Ишь ты, как парень поет!» Наконец, бричка, сделавши порядочный скачок, опустилась как будто в яму в ворота гостиницы. И Чичка был встречен Петрушкою, который одной рукой придерживал полу своего сюртука, ибо не любил, чтобы расходились полы, а другой стал помогать ему вылезать из брички. Половой тоже выбежал со свечкой в руке с салфеткой на плече. «Долго изволили погулять», сказал Половой, освещая лестницу. «Да», сказал Чичков, когда взошел на лестницу. «Ну, а ты что?» «Слава Богу», отвечал Половой, кланяясь, «Вчера приехал поручик какой-то военный, занял шестнадцатый номер». «Поручик?» «Неизвестно какой, из Рязани, гнеды и лошади». «Хорошо, хорошо, веди себя и впредь хорошо», сказал Чичков и вошел в свою комнату. Он в тот же час разделся и, забравшись под одеяло, заснул сильно, крепко, заснул чудным образом, как спят одни только те счастливцы, которые не ведают ни геморроя, ни блох, ни слишком сильных умственных способностей. Вот. это еще не все. Там еще будет много всякого. Редактор субтитров Субтитры создавал DimaTorzok